Привет, я Даша, и мне пришла посылка из интернет-магазина Лабиринт. Думаю, уже видно, что сверху лежит. Ну, откроем. Итак, значит, книгу, которую мы видели, оказалась на дне. Начнем. Значит, сверху у нас Мария Семенова «Волкодав. Мир по дороге». Шестая книга, продолжение знаменитой серии о Волкодаве. Я, кстати, как раз перечитываю у меня в прочитанных две книги. Вот и дойду до шестой и буду ее читать. Даже вот не знала, что она вышла, если честно, как бы ни случай. Далее. Василиса Володина. Рак. Я рак, кто не знал. И она меня очень впечатлила в передаче. Несколько раз я ее видела, кажется, называется «Давай поженимся». До того уверенно себя подает, грамотно, хорошее чувство стиля. Разбирается, казалось бы, во всем. И флористика, ну, помимо астрологии. И флористика, и еще какие-то аспекты там. И камни. Просто во всех их областях специалистов. В психологии сразу видно, не новичек далеко. Ну, и мне стало интересно. Она как-то говорила, что вот книжка моя, я сразу так, что за книжка, надо уже изучать. Еще одна книга Семенова, которая еще нет в моей библиотеке, что удивительно, потому что скупаю, конечно, ее всю. Это «Родная душа». Сборник рассказов о собаках. Я обожаю собаки, собачницы. Я вообще всех люблю животных, собственно. Я не читаю, что я там именно собачница или именно кошатница. Я всех люблю одинаково. Вот, брат мой, он кошатник, 100%. Хотя собак тоже уважает. На обложке сама Семенова, собственно. И это является, если я не ошибаюсь, рассказом, сборником, сборником, сборник рассказов о дальнейшем содержании. Посвящен именно братни наших меньших, да, действительно. Вот оно пошло. Так. Конечно, могла бы ее скачать, но я все-таки предпочитаю читать подобные книги в натуральном своем виде. Очень давно хотела прочитать Элизабет Гилберт. О, так она в Саутовсе написала. Так, в Саутовсе с Маргарет и Ярдли Поттер. Кулинарная книга моей прабабушки. Наверное, это что-то вроде, как же называется, гречек и петок в шоколаде. То есть, повествование о делах минувших лет и по пути так раскрываются какие-то рецепты. Вот, давно хотела, как раз оформляла посылочку и думаю, а что бы и нет. Ну и последняя книга, которую я покажу. Русская кухня в мультиварке. Готовят все, такой лозунг. И что мы открываем? Как раз, а, хочу подарить этой маме на мой день рождения. У нас родица такая, семья такая, как бы погадали за то, что она меня родила. Бла-бла-бла. Так как я подарила ей мультиварку. По-моему, на день рождения. Значит, я вот сказала такую книжку, потому что она просто в восторге. Думаю, той фаршюрки с рецептами, которые были в коробке, их будет мало. Ну, в общем, вот так, допустим, тут сначала вот такое дело. И, собственно, пошагово в фотографиях все зафиксировано, все показано. Прям. Ой, скорее бы мой день рождения. О, какие иллюстрации. Я, в принципе, до иллюстрации равнодушна, но тут просто... Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот такая у меня была посылочка. Я очень надеюсь, что тебе понравилось. Пока-пока, до скорых книг.